Меня зовут Ирина, и сегодня я вам хочу распространить такой топпинг, как разработка модуля для Ansible 2 с помощью Python 3. Я перейду на российский, если никто не против. Не против. Доброе. Для чего вообще сегодня мы подняли эту тему? Многим кажется, что эта тема будет актуальна только для DevOps, но на самом деле это не так, потому что весь Ansible написан на Python. И иногда бывают такие ситуации, что разработчики сами сталкиваются с проблемами, когда нужно понять, разобрать, какие таски выполняются на удаленных серверах. И самое главное – это разработка модулей, плагинов и ролей. Сегодня мы пройдемся по такими темам. Зачем и когда я должен использовать Ansible, его архитектура, типы модулей и непосредственно сама разработка и документирование модуля. В конце мы подойдем к заключению и можно будет задать вопросы. Первое. Зачем и когда я должен использовать Ansible? Ну, расскажу сразу собственного опыта, что на моем первом проекте в софтсорве, это был Optanix, существовала такая проблема – обновление релизов. У них было очень много клиентов по всей Америке. И они отправляли своего сотрудника на двухдневную командировку, где он вручную вводил все эти команды. И как мы понимаем, что это было очень трудозатратно как и по времени, так и по ресурсам. И для этого они пытались найти решение, и этим решением стал именно Ansible. Давайте начнем с того, что вообще представляет собой Ansible. Ansible – это программное решение для удаленного управления конфигурациями. Здесь сюда входит автоматизация настройки и развертывание серверов. На самом деле существует очень много систем, но мне кажется, что Ansible – он нам более простой и более гибкий. Его основная особенность позволяет в том, что, например, в отличие от других систем, он использует существующие инфраструктуры SSH. А такие системы, как CHEF и Puppet, они требуют установки специального окружения. Это затратно, и Ansible имеет достаточно широкую документацию. И она настолько проста, что человек, даже не связанный с программированием, может ее понять, может ее использовать. Также с помощью Ansible можно решать успешно следующие задачи. Это правильная и быстрая настройка сервера для нужной конфигурации, управление развертыванием облачных сферов с помощью Docker, установка и обновления приложений и централизированный сбор логов. То есть это основные преимущества. На самом деле их очень много. И просто мы сегодня, наша тема именно не Ansible. Я думаю, для ознакомления этого будет достаточно. Про архитектуру. Есть основные четыре составляющего нашей системы Ansible. Первое – это наши модули, непосредственно про которые мы сегодня будем говорить. Они являются собой программой, которая выполняется на наших удаленных серверах. Плагины – это тоже фрагмент кода, который позволяет подготовить наш удаленный сервер к выполнению модуля. Inventory – это очень важная составляющая, потому что, например, если у нас есть несколько хостов, на которых мы хотим выполнить определенный список команд, нам не нужно будет для каждого из них писать свои команды. Мы можем этот список хостов указать в Inventory файле, и эти команды будут автоматически исполняться на всех хостах, которые там указаны. И не менее составляющая вещь – это плейбуки. Это файлы, содержащие конфигурации, и он может организовывать шаги любого процесса. То есть там мы можем подключать определенные таски под определенные хосты. Но, как мы говорили, сегодня мы остановимся на, что такое модуль и для чего он используется. Касательно модулей, можно сказать, что модули – это небольшая программа, которая исполняется на целевом хосте, может принимать на вход параметры через файл параметров и выдает отчеты о своей работе на стандартный вывод в JSON-формате. Существует несколько типов модулей, вы можете их увидеть на презентации, но сегодня будем конкретно говорить про New Style Modules, потому что они пишутся на Python, и сейчас, начиная с версии Ansible 2.1, большинство модулей пишется с помощью Ansible с фреймворка. Как бы есть два фреймворка – это Ansible и Model Replicer. Почему мы используем Ansible? Ansible отличается от Model Replicer тем, что используют реальный импорт объектов Python в Ansible Model Utils вместо простой предварительной обработки модуля. И все файлы, входящие в состав Modules Utils, сами сканируются на импорт других модулей Python из Model Utils за включение в zip-файлы. То есть это будет значительно проще и значительно быстрее работать. И для нас, как для разработчиков, этот момент будет понять. Нельзя взять так просто и создать новый модуль. Почему это? Потому что на сегодняшний день существует около 200 различных модулей, которые, в принципе, позволяют покрывать все задачи, необходимые для управления и обновления всех удаленных серверов. Но бывают такие ситуации, когда вам нужно либо кастомизировать новый модуль, либо с появлением новых задач этот модуль пока еще не разработан. Могу тоже сказать на своем опыте, что на предыдущем проекте нам нужно было создавать новый модуль для логирования, потому что стандартный не позволял и не давал всю информацию, необходимую для клиента. Ну, начнем, наверное, с создания самого простого модуля, который будет выводить вам на экран приветствия к имени, которое вы вводите, и время выполнения программы. Что у нас есть по структуре? У нас есть директория library, в котором находится наш Python файл. Это custom-module.py. Находится playbox и main.yaml. Чтобы Ansible увидел модуль, он должен находиться на локальной машине в путях поиска модуля. По умолчанию, это каталог library рядом с playbook. Но эту настройку можно изменить либо в конфигурационном файле, либо через переменное окружение. Но сегодня, я же говорю, мы изучаем самые языки, поэтому мы не будем так сильно заостряться. Что у нас находится в main.yaml? У нас здесь мы указываем наши хосты. Его ранее у нас своем, на localhost. Поэтому здесь можно написать all, web. Это все будут хосты, которые указаны в вашем инвентаре файлу. Дальше идет юзер. И самое основное – это там, где идет varspent. Мы указываем нашу переменную, giveName, в которой будет сохраняться то, что вел нам юзер, и сообщение, которое он видит. И дальше идет таски. Мы, эти таски, находимся в main.yaml, но на самом деле можно создать специальную отдельную директорию tasks, если там будет куча команд, их разбить, положить в корень директории main.yaml, и там тоже идти их подключать. Для самого простого нам нужно указать имя таски, чтобы было видно на экране, название нашего модуля. Оно совпадает с названием Python файла из директории library. И дальше мы передаем параметры. Параметры должны соответствовать тем филдам, которым мы указываем в нашем классе AsibleModule. Это будет видно на следующем слайде. И здесь у нас синтакс из Jinji, и мы передаем им giveName, который мы получили здесь, который вел пользователь. Регистрируем эту переменную в result. В result будет как раз у нас стандартный вывод JSON объекта. И на дебаге просто я вам отображу на экране, что мы получаем после выполнения данного модуля. Как вообще процесс исполнения модуля выглядит? Из очереди исполнения Ansible берет следующую задачу, нашу таску. Определяет название модуля, это custom-модуль. Он ищет с таким именем плагин, если плагина нет, но плагин просто будет подготавлять наш модуль. Если такого плагина нет, он ищет с таким названием модуль, вот он у нас, и запускает его. Берет у него параметры, которые мы передаем, выполняет его, и потом выдает результат в виде JSON объекта. Как выглядит наш custom-модуль.py? Первая у нас идет строка «шебанк». Сейчас здесь без документации, документация будет чуть позже. Потом у нас идет импорт наших Python… Что у нас идет дальше? У нас есть… Мы из AnsibleModuleUtilsBasic импортируем наш AnsibleModule. Это класс, который позволяет нам разрабатывать… Он обращает разработку наших пользовательских модулей в Ansible, и он берет на себя обработку параметра, проверку их типов и допустимых значений, а также предоставляет набор вспомогательных методов работы с файлами, контрольными суммами и прочим. Как наш выглядит файл? Что у нас есть функция RunModule. Первое, что мы регистрируем время начала работы нашего модуля. У нас есть наши поля. Здесь имя Name, который мы вот здесь указываем. То есть они должны быть идентичными. Указываем, что это поле у нас обязательное, и что его тип – это строка. Дальше, используя класс AnsibleModules, передаем ему это поле. Здесь может быть разные поля, просто для начала, в принципе, одного достаточно. Мы проверяем этот параметр, есть ли он. Если он есть, то мы запускаем функцию Greetings, который выводит Hello и наше имя. И если его нет, то тогда мы передаем свое сообщение, чтобы понять, что он был пустое. Для чего есть метод у нас ExigyJSON и FailJSON. Вы сейчас увидите разницу в их работе. Мы здесь используем модул ExigyJSON, когда у нас имя было передано. Запускаем AnsiblePlaybookMain.yaml. Сейчас, секундочку. Мы запускаем AnsiblePlaybookMain.yaml, и здесь выводится сообщение. Они просят ввести имя. Например, вот мы ввели Python Community. Выполняется наша задача под названием ModelExecution, это название нашей таски. И то, что мы видим в дебаге, это тот результат, который мы зарегистрировали. Change и Fail – это стандартные поля Ansible. Дальше идет наш месседж, который мы передаем, наше приветствие и имя, которое мы ввели, и время исполнения этой программы. ExigyJSON выполняется в том случае, когда наша программа завершается успешно. FailJSON выполняется в том случае, когда наша программа заканчивается ошибкой. Вот, например, если мы не передали имя, у нас была проверка функции, что если имени нету, и у нас мессенджер нету, то мы передаем, что the name cannot be empty, и время выполнения. Вот для этого используется FailJSON. По поводу класса AnsibleModule, мы сейчас можем увидеть ему инициализацию, какие параметры мы можем передавать. Но, в принципе, для начала нам нужно только ArgumentsPath, там, где мы передаем эти все поля, которые будут использоваться в нашем модуле. Для более сложных задач можно передавать различные дикты и выполнять, в принципе, различные операции. Мы в этом ничем не ограничены. И у этого класса есть обширные методы, но сегодня мы рассмотрим только несколько из них, которые, наверное, самые полезные и используются чаще всего. Дебаг, который выводит сообщение, лог, логирование. FromJSON – это получение JSON-параметров, которые мы передаем в модуль. Можно передавать это все из файла, можно передавать, так как мы передавали, и модуль получает наши параметры. ExitJSON – это во время выполнения успешной операции, принимает аргументы и выводит их, видели, как диктом. FailJSON – если у нас наша операция закончилась ошибкой. В чем отличие FailJSON и FailOnMissingParams? В FailJSON мы эти параметры задаем ему вручную, а FailOnMissingParams мы здесь можем не передавать никакие параметры, и этот класс будет самостоятельно пытаться найти, в чем же была проблема, и выводить уже свое сообщение. И GetModulePath – он возвращает путь к нашему модулю. Касательно документации, у нас есть несколько обязательных секций, которые должны быть расположены в таком порядке, что у нас идет сначала Copyright, потом Ansible Metadata, документация, примеры, то, что возвращается, и Python Imports. Прошу обратить внимание, что обычно Python и Imports по PEP8 должны быть первыми. Но если мы говорим про Ansible, они находятся у нас в конце, после всех перечисленных наших структур. Вот так примерно должна выглядеть документация. Первый у нас это идет шибанг, потом мы указываем наш Copyright, это для нашего модуля. Ansible Metadata содержит информацию о модуле для использования другими инструментами. На самом деле она указывает тип поддерживаемого модуля, и в какой степени наши пользователи могут полагаться на поведение этого модуля. Metadata Version – это первый из его параметров, это версия самой метадаты, но не модуля. Статус – он бывает у нас Stable Interface, Preview, Deprecated и Removed. На создание всегда нового модуля используют Preview, то есть пока он еще не утвержден. Когда его утвердили, то у него будет Stable Interface. Если его нежелательно использовать Deprecated, и если этого модуля в релизе нет, то он уже со статусом Removed. И Support By – это тот, кто поддерживает этот модуль. Чаще всего это Ansible Community, поэтому здесь остается Ansible Community. Там еще может быть Core и Curated. Но Community – это более обширная ситуация. Дальше у нас идет Documentation. Что туда входит? Это самое простое. На самом деле там есть много параметров. Первый – это название нашего модуля. Название нашего модуля идентично с названием файла, в котором он находится. У нас есть короткое и полное описание. У нас есть… можно указывать версию нашего модуля, опции, требования и дополнительные комментарии. В Examples находится пример в YAML формате, как можно вызвать модуль. Сюда мы поместили то, что у нас было в main.yaml. То, что у нас проводится регистрируемое имя, и передаем его сюда, и выполняется наша программа с этим параметром. В Return-блоке мы указываем, что возвращает наша программа. Например, здесь пример, какой у нас должен быть месседж, какой у нас там есть тайм. То есть в любом, при успешном и не успешном выполнении у нас есть как минимум два параметра – это месседж и тайм. И пример, как оно возвращается. Ну и непосредственно внизу – это наш блок импорта. Так, быстренько пробежались из-за технических проблем. Но что у нас выходит в конце? Что Ansible – это довольно полезная система, и она полезна не только для DevOps, для всех атоматизаций, но и для программистов, потому что можно действительно создать свои Ansible, свои модули, свои плагины, свои роли. Это реальный шанс поучаствовать в Open Source проекте, потому что он развивается, и он, наверное, самая простая ступень для этого. Потому что идей много, и, возможно, кастомизировать, можно исправлять ошибки. То есть очень-очень много перспективы есть в этом. Но, как бы говорилось, действительно существует очень-очень много модулей, и иногда их создавать, в принципе, и не стоит. Можно использовать существующих. Но иногда это лучший и даже единственный способ провести какую-то свою операцию на удаленном сервере. Поэтому в этом есть смысл и свои преимущества. Я все? Есть вопросы? Вопросов нет. Хорошо. Тогда всем спасибо, что меня прослушали. Извините снова за эти технические неполадки. Никто не знал, что митинг-роме не будет работать. По звуку. Спасибо. Спасибо большое. А тебе спасибо. 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 Всем пока.